Привет всем, вы на канале Панда Плей, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня с вами игрушка под названием Voxel Tycon. Значит, она у нас в раннем доступе, 0.85 версия, и естественно, мы с вами посмотрим на неё, что там к чему и почему, я так посмотрел, она вроде как бы интересненькая. Получится, не получится у нас с вами в неё играть, не знаю, заодно и узнаем. Добро пожаловать в регион Кирс, отличное место для начала нового бизнеса, самое время приступить к добыче на одном из месторождений, приобрести транспорт и организовать снабжение города необходимыми ресурсами. Как только вы освоитесь, можно будет переходить к производству более сложных товаров, исследованию новых технологий и расширению компании PandaPlaying на новые территории. Удачи! Площадь 4 миллиона квадратных метров, ресурсы у нас с вами уголь, железная руда и дерево. Предприятие 2 по железной руде, 1 по уголю и дереву. И города. У нас Биом Саванна, города Кирс, Озёрск и Зуевка. Хорошо. Угу. Обучение. Начало игры. Это обучение поможет вам сделать первые шаги. Хорошо. Управление камерой. Так, ага, через Control можно вертеть. Ой, приближать можно, смотри. А, ну это можно делать, в принципе, и через колёсико, и через колёсико. Понял. Дальше, чё у нас? Постройте шахту. Перед тем, как начать поставлять ресурсы одному из городских предприятий, вам нужно сперва их добыть. Выберите промышленность. Промышленность. Добыча. Добыча. В панели инструментов. И выберите угольная шахта в открывшемся огне, чтобы начать строительство. Угольная шахта. А где? Вот угольная шахта. Да? Это самая единственная, та самая единственная угольная шахта, которая у нас есть? Да, видимо, да. Ну, можно, конечно, вон туда ещё куда-нибудь захерачить, но нет, я так понимаю, это всё не наше. Угу. Ну, собственно говоря, давай вот сюда вот её поставим, прям вот здесь вот. И пусть здесь стоит. Можно, наверное, поворачивать здание перед постройкой. Постройте станцию рядом с шахтой. Выберите автомобильные дороги. Терминалы. Выберите грузовую станцию. Терминалы и грузовая станция. Автобусная остановка, остановка, точка пути. Так, я так понимаю, нужно просто, главное, чтобы она покрывала вот этим вот, вот этой областью добычу, вот эту вот нашу, как шахту называется, да? Шахту. Кирс восточная, это хорошо. Поставили. Понять, что здание достаточно близко к станции, можно по цвету подсветки. Если она стала яркой, значит, всё сделано верно. Хорошо, понял. Продолжить. Постройте станцию рядом с предприятием. Пойдём к предприятию. Предприятие в городе и, естественно, вот уголь. Где у нас? А где уголь-то? Где? Я же уголь добывать буду. Буду добывать уголь. А где уголь? Вот он он. В Озёрске, верно? Верно. Это где? Автомобильные дороги, терминалы. В панели на странице. Подожди. Нет. Терминалы. Грузовая станция. А я разве не её только что построил, нет? Подожди, я же её только что построил здесь. Или это как-то по-другому называлось? Гаражи. Прокладка дорог. Я же ведь её только что и поставил, нет? Ну ладно, дело не моё, как бы. Мне это всё равно. Да я её только что и поставил. Ты чего? Грузовая станция. Ну ладно. Дело не наше. Дело... Дело игры. Всё. Ставим. Вот сюда... Нет. Вот сюда вот давай поставим, чтобы она не мешалась. Всё? Всё. И теперь нужно две эти грузовые станции соединить. Выберите автомобильные дороги, прокладка дорог на панели инструментов, чтобы видеть список доступных дорог. Дорогу и нажмите на край дороги рядом с одной из станций, чтобы начать строительство. Понято. Принято. Давай нажимаем на дорогу. И поехали. От Кирс восточный. Край дороги. И естественно вот сюда. Вот сюда. Гадя, почему нельзя? Нельзя строить. Странно. Почему-то нельзя строить. Может перепад большой, может дома мешают. Дома не сносятся, наверное, из-за дороги. Глупо как-то. Постройте гараж. Теперь вам нужно построить гараж. Выберите автомобильные дороги, гаражи на панели инструмента. Выберите гараж в открытом окне, чтобы начать строительство. Я так понимаю, гараж не принципиально где ставить, да? И построим гаражик вот здесь. Думаю, одного нам гаража хватит. Вот сюда вот. Угу. Вот сюда вот поставим гараж. Нет, а вот что? Вот я не знаю, куда правильно поставить будет его. Ну, а вот здесь будет нормально смотреться. В любом месте. Но имейте в виду, что грузовикам потребуется время для того, чтобы достичь пункта назначения. Поэтому имеет смысл построить гараж недалеко от шахты. А какой смысл? Один хрен он будет кататься сюда же. Блин, а можно его снести? Возврат 441 тысячи. А сколько он стоил? Миллион четыреста. Не, ни хера. Я не буду его сносить. Это будет нерационально. Купи грузовик. Давай купим грузовик. Купить. Купить, чтобы увидеть список доступных автомобилей. Выберите грузовик, который может перевозить уголь. Список грузов виден над каждым грузовиком. Так, вот я понимаю вот этот. И нажми зеленую кнопку купить. Нажал. Продолжить. Теперь необходимо дать вашему грузовику первое задание. И это задание будет, где тут написано оно, добавить остановку. Нажимаю на него, добавить остановку. И выберите станцию рядом с шахтой. Ну, пойдем в шахту. Нажимаю на шахту. На загрузку. До полной загрузки, да? Правильно. И теперь добавляем остановку еще на станцию рядом с предприятием. А здесь разгрузка. Полная разгрузка. Shift можно добавить несколько остановок. А, но это мне не нужно. А, и еще переключатель. Переключатель вот поставить. Правильно? Правильно. Ого! Минус 13 миллионов 360 тысяч у нас с вами в правом углу. Ой, в левом углу написано. Кошмар. Это подо мной написано. Наверное, я чуть-чуть буду выше, чем положено. Блин, я не знаю, будет ли у меня тут плавать фонно или не будет. И как оно вообще будет выглядеть. Но, ладно, посмотрим потом, как будет. Как получится, куда я перееду, куда я не перееду. Может быть, наверху, может быть, внизу. Пофигу. Продолжить. Поздравляем. Теперь, когда вы наладили первые поставки, вы можете заняться снабжением других предприятий. Снабжение предприятий товарами помогает им развиваться и обеспечивает рост экономики города. Теперь вы можете перейти к производству более сложных и дорогих товаров. Исследованию новых технологий и расширению компаний PandaPlay Inc. На новые территории. Удачи. Завершите обучение. Выберите тему, которую вы хотите изучить. Вы можете вернуться к уже изученным. Все, я понял. Мне не нужно ничего изучать. Я уже все изучил. Озерск. 200 человек населения. Я думаю, что давайте мы с вами организуем здесь... Нет, не здесь, наверное. Железную руду где можно добывать? Железная руда вообще где добывается? Вот, железная руда и вот прям город. Смотри-ка, вообще удобно. Давай-ка организуем здесь точно такую же... Как ее называют? Точно такую же вот историю, как и... Как и там. Правильно? Правильно. Угольная шахта, железная... Железная руда шахта. Железнорудая. Ставим ее вот сюда, вот, в шахту эту. И я не очень понимаю, мне нужно склад или что поставить здесь? Где она у меня тут? Есть там, где моя-то? Хреновина эта. Вот это что такое? Сводка, радиус, ожидает, индивидуальный маршрут, логистика, статистика. Диспетчер Фантастик Дэмгае Колев. Это я не знаю, кто это такой. Подожди, давай еще одну, один разок эту обучалочку посмотрим. Что там нужно сделать? Очень громко, громко, как работает эти всякие вот эти вот звуки и всякие вот общие громкости. Нас ракеточку поставим, а то меня прям глушит. Управление камер мне не нужно, мне нужно построить шахту. Построил шахту, станцию рядом с шахтой, автомобильной дороги, терминалы, грузовая станция. Грузовая станция, а потом тоже грузовая станция. А, то есть две грузовые станции. Так, да, окей. Нет, это склад, это мне не нужно. Мне нужно нажать сюда, мне нужно нажать, нет, не на добычу, мне нужно нажать склады. Нет, тоже нет. Терминалы и грузовая станция. У железной руды. Вот здесь где-нибудь. Вот тут. Прямо вот тут. Нет, вот тут. И, естественно, поставить эту же грузовую станцию вот здесь. Рядом с производством непосредственно. Построить также здесь гараж. Давай гараж построим прямо вот здесь, чтобы он далеко не ездил. Нет, подожди, дорогу сначала проложим. А то потом будут какие-нибудь конфликты с дорогой, еще что-нибудь. Нам это не нужно. За 2 миллиона дорогу проложили, смотри как. Без распилов бюджет, без всяких проблем. Так, а гараж, а что он не ставит? А, вот, все. Ставится. Поставили гараж, купим автомобиль, который возит железную руду. Но он у нас один и единственный, поэтому... Поэтому вот. Он должен будет ехать вот сюда. До загрузки, до полной загрузки. А потом добавить остановку, естественно, вот в эту вот станцию. Здесь на разгрузку, на полную разгрузку. И, естественно, окей. И поехали. Какое-то уведомление. Сделка состоялась. Предприятие Котельный получил первую поставку груза уголь. Это хорошо. Молодец. Котельная получает уголь. Ужасно. Что такое ужасно? Ужасно. Для работы предприятия нуждается в поставках определенного количества товара. Значительное превышение требуемого объема поставок может привести к снижению закупочной цены. Ага. Спрос 5 из 35. Показывает использованное требуемое количество товаров в месяц. Ага. Требуемое население. Что это такое? Уровень не увеличится, пока степень удовлетворения меньше, чем хорошо. Ладненько. Так. Хорошо, хорошо. Денег у нас 16 миллионов. И почему-то каждый день это все дело падает. Ни хрена не прибавляйте. Так, а как мне прибавлять-то? Давай сделаем еще теперь добычу дерева, может быть. Где у нас дерево можно добывать? Дерево очень далеко. Очень далеко. Просто очень далеко. Нельзя ставить производство самостоятельное какое-нибудь? Нет? Лесопилка, железнорудная шахта. Нет, я так понимаю, нет. Производство. Нечего строить, исследовать технологии. Лаборатории. Лаборатория 5 мультов стоит, пока рано еще. Я так понимаю, нам нужно с вами что-то делать. Разблокировать за 60 миллионов недостаточно средств. Регион Жуковский. Жуковский почти могу купить. Только немножко подкопить осталось. 44 миллиона всего. Ну, можно, конечно, деревце пойти, но... Блядь, нет, 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 очень дорого. И очень далеко. Хотя один хрен нам придется это делать, правильно? Правильно. Можно докупить еще один автомобиль. Можно ускорить времечко и посмотреть, что получится. Так, что у нас тут моргает? Да, и время помедленнее сделаем, а то мало ли что натворить. Натворим за это время, пока будем читать. Постройте штаб-квартиру рядом с населенным пунктом по вашему выбору, чтобы сделать продажу местным потребителям более выгодной. Цены будут увеличены только для потребителей в этом населенном пункте. Вы можете построить только одну штаб-квартиру. Без возможности переместить ее поздней. Заходите в это окно, чтобы просматривать показатели компании, а также улучшать штаб-квартиру для получения более выгодных контрактов. Ну, давай построим, конечно, как бы, наверное, хуже никому от этого не станет, но давай вот здесь вот залепим ее, штаб-квартиру эту. Че бы нет, как бы вот сюда вот в притирочку поставим. Panda Play Incorporated. Грузовиков 2, построек 9, займ 45 миллионов, деньги что-то падают каждый день, каждую секунду, местные цены. Улучшить требуется 189 миллионов. Че-то я построил, а что делать дальше с этой хренью, я не понимаю. Ну, в принципе, пока все ясно, что ничего не ясно. Логистика, здание в радиусе, понятно все. Это логистирует вот с этим зданием. Все, в принципе, ясно. А дальше-то что делать? Дальше-то что делать, ребята? Ребята, что-нибудь не подскажут? Нет? Задание-то какое есть? Нет? Можно где-нибудь задание какое-нибудь почитать? Прочее. Информация об объекте? Нет, конвейеры, еб твою мать, конвейеры здесь есть. Это прям реально факторио, что ли? Только зачем здесь конвейеры, если здесь логистика изначально есть? Неясно. Экономика ужасна, предприятий мало. Я так предполагаю, нужно прикупить еще одну машину. Давай прикупим машину. Индивидуальный маршрут сохранить как? Железная руда? Да, железная руда в Кирс-Транзит. И, естественно, купим еще сейчас одну Колымагу, чтобы она у нас... Как ее называют-то? Где гараж-то? Вон он гараж. Чтобы она у нас гоняла и тоже вот по этому же маршруту. Так, индивидуальный маршрут? Нет, железная руда. И погнали. Так, две машины теперь ездят с железной рудой, что в корне изменит всю экономику нашей этой вот всей ерунды. Смотри-ка, даже денежка растет, что ли? Да, денежка, посмотри-ка, растет. Ну, попробуем... А, что это такое? Транспорт. Транспорт я могу, я так понимаю, да, осмотреть сводки по этому транспорту. Здесь есть поезда. Я думаю, что в поезда нам нужно и идти. Но пока что, пока что у нас нет никаких ресурсов для всего этого дела. И поэтому мы будем с тобой пока что страдать без поездов. Купить еще две, наверное... Подожди, нет. Да, прекратить. Я купил, наверное, да, уже? Ну, поймал. Курс разгрузка, индивидуальный маршрут, индивидуальный маршрут. Подожди, нет, это не то. О, это не то. Изменить. Сохранить как? Уголь в Озерск-Южное. Хорошо. Теперь мы можем вот этому вот автомобилю... Где он тут есть? Где автомобили наши? А, не, не купил, получается. Купить еще одну. Купить за полторы и ему поставить уже уголь. Уголь и поехать. Все, поехали. Собираю уголек. 11 миллионов, 145 тысяч. Блин, так мало денег у нас с вами, что меня очень сильно расстраивает. 11 200 почти. 11 200. Запомним эту цифру, посмотрим, как она у нас будет расти. Не, не будет расти. 10 800, еб твою мать. Куда 400 косарей-то только что улетело? Что произошло-то? Где... А как вот можно сводку посмотреть? 10 800, 10 900. Это, конечно, здорово, что 10 900. Только что это было 11 200. И это меня как-то огорчает. Растут деньжатка хоть? А то мы такими темпами никогда ничего не зарабатываем. О, смотри. Дома строятся. И людей прибывает. А-а-а, смотри-ка. Из-за того, что мы построили... Купили еще машину. Производство здесь немножечко увеличилось. И, соответственно, так экономику. Предприятие нам нужно построить. И, соответственно, люди начали приезжать в это дело все и смотреть, что тут к чему и почему. Может быть, тут реально перспективный какой-то городок, и можно тут что-то делать. Производство. Производство пока рано. Складов у нас пока еще не нужно. Добыча. Можно, конечно, лесопилку прихреначить. Да что нет-то? Лесопилку давай поедем и построим. Нам в любом случае нужно дерево. Поэтому вариантов как таковых-то нет. Да, лесопилку поставим. Вот сюда. Вот так вот. И поставим сюда с вами... Нет, вот эту вот. Грузовую станцию. Блин, грузовая станция, конечно, далеко капец. Просто капец как далеко. А что, к углю подсоединим, да пусть гоняет здесь, правильно? Я считаю, да. Я считаю, будет правильно подсоединить ее к дорогу с углем. Нечего здесь еще одну дорогу делать, это глупо будет. Хотя можно с вот этим вот городом было бы соединить потом, но нет. Пока еще мы об этом даже думать не будем. Мы пока еще не научились соединять ничего, не научились ничего делать. Блин, а можно как-нибудь изначально вон в ту сторону построить, нет? Как-нибудь, чтобы прям... Все-таки так это самое-то, а? Нет? Можно, можно, конечно, можно. Блин, не из косов бы, конечно, по-хорошему, но... Ладно, пусть ездит так. И, значит, вот здесь построим еще один гараж, который будет отвечать непосредственно за лесопилку. Ну, потому что те гаражи использовать будет нерентабельно абсолютно. И глупо, потому что... Так, мы сможем купить два автомобильчика на эти шишки. И... И-и-и-и-и-и маршрут. Добавить остановку. Первая остановка будет вот здесь. На загрузку. На полную загрузку. И добавить остановку вон там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А у меня же ведь на дерево-то никто не ездит. А можно здесь два, нет? Ресурсы хранить? Я почему-то думаю, что нет. Я почему-то думаю, что здесь нужно построить еще одну станцию грузовую. Ну, что такое-то? Почему ты не строишься? Да что за глупость-то, еб твою мать. Я, может, дурак или что-то не так делаю? Вот здесь строится, а здесь что не строится? Здесь перепады. Я, конечно, понимаю, что здесь перепады. Но почему здесь не построить бы дом? Ой, эту станцию-то. Здесь нельзя строить. Здесь нельзя строить. Заладил, блядь. Ну, пусть ездят вот сюда. Хотя, по факту, вот сюда вот гораздо будет логичнее ездить. Вот сюда. Хотя здесь мы не достаем. Ладненько. Блин, прям... Давай вот сюда поставим. Здесь все достается. Вторая остановка будет вот здесь. На разгрузку. На полную разгрузку. И, естественно, окей. Отправляем машину. У нас миллион семьсот шестьдесят три. Семьсот шестьдесят, семьсот пятьдесят, миллион восемьсот. А, ну ладно. В принципе, мы в плюс идем. И думаю, мы сейчас выправим экономику. Как бы, ну, как бы, ну, должно все получиться. Новые сообщения. Спрос падает. Спрос падает. Предприятие испытывает проблемы с поставками. А озерка теперь требует дерева в меньшем количестве. Так у меня его особо и не было. Требует оно в меньшем количестве. У меня его ноль. Спрос падает на дерево и на железную руду. Ничего страшного. Наверное, все-таки, как бы, это все дело-то... Как бы, вот, получится. Я не знаю просто, что они хотят от меня. Здесь вот железо есть. А вот здесь вот железо тоже есть. И можно в Зуевку тоже поставлять железо. Потому что сюда-то не поставляется ни черта. Они, конечно, строятся. Это очень здорово. Но плохо, плохо, ужасно плохо. И, наверное, можно было бы сюда гонять еще один грузовик с железом. Как бы глупо это не звучало. Я думаю, да. Я думаю, грузовую станцию поставим еще вот сюда вот. И гонять будем сюда тоже железяки. А почему нет? Недостаточно средств. Ну, подождем. Подождем, подождем. Только можно было бы делать это в объездную. Это было бы логичнее, чтобы не через весь город гонять машины с железяками. Но как-то это прям далеко, конечно. Меня не радует длина пути всех этих автомобилей. То есть мало того, что скорость у них маленькая, так еще и... Так еще и ездят они очень далеко. Локомотивы меня бы спасли сейчас. Реально, они бы просто вот вывезли всю ситуацию. Понимаешь? Локомотив, он ездит, во-первых, быстро. Во-вторых, ТС приносит убытки за последние 30 дней. А в топ-5 не принес денег и поставил одного груза. А что это он не поставил ни одного груза? А что это он здесь стоит? Подожди. Не пойму. 58. А почему она не берет? Вот на этой ерунде это вот 58. Почему он не забирает? Твою мать, блядь. Что же за дебил-то такой, ну? Я не ту машину купил. Я купил не ту машину. Что делать? Ладно, пускай это ездит... Опять же... Пусть она ездит, знаешь, куда? Пусть она катается на уголь. У нее будет маршрут по углю. Уголь в Озерск. Пусть гоняет. Потому что машину продавать не хочет, пусть она лучше катается. Но тупанул я, конечно, люто. Я не посмотрел, что она... Я забыл, что там две машины только... Точнее, два ресурса у этой машины, а в лес ездит другая машина. Все понял. Все понял. Ладно, пусть она уголь гоняет. Хуже не будет. Уголь будет, и самое главное. Там миллион восемьсот стоит. Я думаю, мы сейчас ее прикупим. Еще одну машину надо, наверное, будет купить, пока... Пока что мы можем это сделать. Хотя у нас денег-то нихерашеньки нет. Миллион девятьсот. Нет, даже двух миллионов нет. А нам дорогу нужно проложить вон в тот город. Чтобы он немножечко как-то это самое... Процветал. Двух миллионов даже нет, представляешь? Миллион девятьсот шестьдесят. Это... Серьезная игра, серьезная игра. Здесь нужно хотя бы немножечко... Если даже не думать, то реально вкладывать деньги с каким-то... Все-таки умом. Просто иначе получится... Что вот? Получится. Получится вот как сейчас у меня. Хотя у меня два-триста. Деньги-то вверх идут все-таки. Как ни крути, мы идем в плюс. Так что... Убыточный мой бизнес назвать очень сложно. Построили дорогу. И, естественно, теперь мы с тобой делаем вот что. Дожидаемся. Или не дожидаемся. А куда вы гоняете-то? А, вы там разворачиваетесь. Понятно. Можно пустить одну машину из двух, конечно, блин, туда, вот в тот город. Но я как-то не считаю это правильным. Я думаю, что нужно накопить на еще одну машину и построить... Ну, купить еще одну машину, естественно, и пустить ее уже сюда. Пусть она отдельно гоняет в эту... В Зуевку железо. И все. Предприятие на грани банкротства. Необходимо доставить железную руду в Зуевку для того, чтобы спасти ситуацию. Бляха-муха, что ж такое-то? Ладно, давай одну машину, впустим сюда. Где она? Где хотя бы одна? Вот эта машина пусть... Изменить. Сначала в Кирс северную, а потом едет она не сюда, а вот сюда. В Зуевку. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я что? Нет, я не то, наверное, делаю. Индивидуальный маршрут. И добавить остановку первую вот сюда. Ну вот... А, нет, не сюда. Ты что делаешь-то? Вот сюда до полной загрузки. Загрузка полная. И добавить остановку, естественно, вот сюда. На разгрузку. Тоже до полной разгрузки. И это будет называться у нас с тобой, знаешь как? Сохранить как железную руду в Зу... Ну да, железную руду в Зуевку. Окей. И погнали. Все, погнали. А то мы сейчас просрём эту Зуевку, и она у нас загнётся. А нам это не нужно. Пусть она сюда ездит, тоже железная руда. Пускай. А то, серьёзно, вот она уже пишет, что на грани банкротства. Куда ты поехал? Я поставил не с той стороны немножко. Сделка состоялась. Предприятие промышленное строение получило первую поставку груз железной руда. Но должно уже быть получше. А куда ты так часто ездишь? Подожди. Они что, две, что ли, начали сюда кататься? Серьёзно? Подожди. Зуевку восточную... Подожди, зачем она вообще сюда ездит? Мне нужно в Кирс транзитную одну гонять. А, она ездит в Кирс транзитную. А вот это тогда куда ездит? Я просто что-то вообще не допетриваю. Вот в Кирс транзитную. Мне кажется... Что так быстро они гоняют туда-обратно или что? Давай посмотрим. Вот это едет... Едет вот сюда. Она вот здесь должна развернуться. Блядь, куда ты поехала-то? Почему ты туда едешь? Я не пойму. Ты не должна в Зуевку ехать. Ты должна ехать в Кирск. Вот в Курск. Вот в этот, как он называется-то. Твою мать. В Зуевку. Не в Зуевке восточной, ты, еб твою мать. А изменить. Я напортачил с этой вот... С этой ерундой. Добавить остановку. И она теперь разгружаться должна вот здесь. Когда менял маршрут для одной машины. Напортачил. И получилось вот так. Ладненько. Все, исправили ситуацию. Уже лучше. Предприятие на грани банкротства. Озерск для того, чтобы спасти ситуацию. Подожди, Озерск это у нас вон там. Озерск. А у нас денег не хватает сейчас. Озерск, подожди. Это, подожди. А можно где-нибудь закупить, нет? Дерево это. Ну, видимо, нет. Потому что нам не предлагается это. Следовательно, мы ничего сделать не можем с этим. Я бы закупил, но... А, 176 дней. Ну, это много. Мы накопим денежку на машину для... Дров. Для леса. И купим сейчас ее. Кто же знал, что я такой это... Невнимательный. Ну, а столько же невнимательный. Зачем? Зачем быть настолько невнимательным, блин? Миллион восемьсот. Представляешь, она стоит миллион восемьсот. Как же мне такие деньжищи взять? Давай побыстрее, пусть времечко идет. Ох, блин. Я прям что-то как-то... Прям даже как-то прям не знаю. Прям что-то прям как-то вообще прям. Получается, что я лишнюю машину прикупил. Ну, угля, конечно, у нас в достатке, но... Получается, вот с лесом просрал момент. Ну, ничего страшного. Предприятие не закроется. У него еще стоил 165 дней. 164 дня. 163 дня. Ну, мы сейчас накопим быстро эту денежку. Миллион восемьсот, я думаю, мы осилим. Наши предприятия работают только в путь. Машины быстро ездят. Ну, давайте хоть что-нибудь продайте-то. Миллион шестьсот. Миллион семьсот. Да, миллион семьсот. Они пока ездят, блядь, будешь прокатывать, понимаешь? Вот в чем вся проблема этих машин. Локомотив, мне кажется, уже давным-давно бы уже приехал. Сдал бы и уехал. Тем более в гораздо больших объемах. А то они возят по пять этих бревен. Я вижу, что у меня миллион восемьсот есть, но я пока покупать не собираюсь. Я сейчас хоть чуть-чуточку еще больше накоплю, чтобы иметь в запасе хоть что-нибудь. Два миллиончик сейчас будет у нас с тобой. И, естественно, мы прикупим. Вон, у меня, видел, полтора мульта стало? С чего вдруг? Че произошло, блядь? За что списали? Хер его просыт. Процент по займу. Твою мать, а, у меня все в займе. Текущий займ. Ёп, твою мать. Такие большие займы. Ты откуда таких понабрал? 45 миллионов должен кому-то. 143 дня. Ну ладно, 143 дня, то мы еще потерпим. Процент по займу, конечно, это люто, вычеты. Я просто хочу в этой серии еще лес поставить, чтобы прям вот в следующей серии, возможно, в следующей серии, возможно, вам зайдет эта игрушка, и мы будем в нее играть. А если не зайдет, то не будем, естественно. А че, блин, играть в то, что не заходит? Купить авто, и давай на паузу поставим, чтобы не тратить время. Здесь на загрузку, на полную загрузку, естественно, добавить остановку. Следующая у нас разгрузка вот здесь вот. В лесу. На разгрузку, на полную разгрузку. И погнали. Окей. Так, сейчас первая машина поедет с лесом. Вон, она погнала уже. Проследим за ней. Сейчас сдаст лес и... Ой-ой-ой-ой-ой, что я наделал-то? Сдаст лес и будет на все хорошо. Предприятие, промышленное строение, получило первую поставку груза дерева. Ну, я думаю, что сейчас пойдет все на улучшение. Правильно? Правильно. У нас с тобой аж 700 тысяч почти накопилось. Я думаю, у нас сейчас будет вообще все хорошо. Сейчас города все разрастутся. Только в путь будет все расти, расти, расти и развиваться. Процветать и вообще классно все будет. Но пока что мы просто ожидаем. Пока что делать-то особо нечего здесь. Здесь можно высадить деревья. Здесь можно насыпать. Здесь можно высадить, выровнять, насыпать, выкопать. Конвейер пока еще нельзя, потому что производство не выследовано. Следовательно, станции, депо, а поездов-то как таковых самих-то нет. Построить лабораторию за 17 миллионов почти, елки-палки, за 75 дней и за 450 камней. А камней-то у меня пока еще и нет. Камень в соседнем городе за 60 миллионов, ошалеть. Железные дороги, у меня поезд-то вообще есть какой-нибудь, нет? А то яйца... А, наверное, в депо покупаются поезда. Предприятие на грани банкротства, Зуевка в железную... Железная руда. А что, здесь не хватает железной руды? Что такое-то? Что происходит-то? Сюда ездит же железная руда. Или нет? Или я что-то натворил? А где еще одна машина? Погоди, где мой транспорт? Вот где эта машина сейчас? А, вон она машина, все. Ну и что, тебе не нравится? Еще нужно больше? Я так понимаю, ему нужно еще больше этой Зуевки. Ну а что поделаешь? Подожди, подожди. Мы с тобой... 81 день остался. Ну, блин... Блин, а что я могу сделать? Ну давай пустим две туда. Этим-то хватает? Да тоже так же хватает, как и этим хватает. Как бы сильно-то они не зажиточно живут там. С этим металлом. Давай купим еще одну машину и пустим ее в Зуевку. Купить транспортное средство за миллион шестьсот. Ну прям вообще, прям по-самой не балуйся с нас. Денег требует. Давай, 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 давай. Накопись, денюжка. В Озерск дерево. Ну пошел ты в жопу своим Озерском. Мне нужны деньги, чтобы купить вот машину. И пустить его... Знаешь куда? Да. Ты остановись-то. У тебя нет даже расписания, дебил, ты кусок. Или есть? Нет у него расписания. А в Зуевку восточную гоняй. Все, поехал. Я думаю, теперь будет достаточно металла. Да должно хватать-то, че б нет-то? Две машины гоняет уже в эту Зуевку. Мне кажется, она разрослась уже, эта Зуевка только в путь. Ну и в принципе, на этом давай с тобой закончим, потому что уже что-то серия какая-то затянувшаяся. Ну не то, чтобы затянувшаяся, просто уже это... Мозгу нужно отдыхать. Хоть он и сильно не напрягался, все равно нужно отдыхать. Я думаю, что нужно нам с тобой заканчивать. Так, дерево с Озерском, че тут? Мало дерева с Озерском, 77 дней у нас осталось. Блядь, это очень грустно. Это очень грустно. И 3 миллиона с половиной я должен, чтобы не закрылось это предприятие. А че я могу сделать-то? Я ничего не могу сделать. У меня даже не хватит на покупку нового автомобиля с бревнами с этими. Ну, в принципе, с этим мы и разберемся с тобой в следующей серии. А на этом мы с тобой прощаемся. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. И увидимся с тобой в следующих сериях, возможно, а возможно, в следующих игрушках. И пока.